МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас вятая служба информации телерадо о компании Гомель. У студии працует Марина Джалая. Глядите у этого выпуска. Створена у Гомеля. Галоны распрацовки минулого года представлены на урочистостях с нагодой Дня науки. На прадку дня параметры прогнозу депутаты областного совета разглядели покажики социально-экономичного развития на 2019 год. Будучи родимы будовать молодей, сегодня у Гомеля прошло выясное посяжение Центрального комитета БРСМ. А сейчас об этом иншим больше подробно. Наука должна уносить свою кладу досягнение государственных стратегических мед. Про это президент заявил сегодня на церемонии уручения дипломов доктора наук и этой стату профессора науковым и науково-педагогичным работникам. Это стало доброй традицией перед Днем Беларуской науки означать заслуги людей, дякуючи интеллекту яких, наша краина вядомая на сусветной арене своими досягнениями угляния медицины, АПК, космичных доследований и не только. Среди узнагороженных 19 человек, которые отдали в этой деятельности не одно десятигодя. Конструктивные пропановые и прорывные идеи науковцев держава зауседы готова подтримать. Головное, как перспективные распроцовки находили практичное выкористание, укоронялись в реальном секторе и социальной сфере. Перед беларускими науковцами президент ставит шерых задач у масштабах краины. Это повышение конкурентоздольности айчинной экономики, хронтование национальной безпеки, открытие новых способов профилактики невылешных вороб и боротьбы с ними. Безусловно, все ваши достижения – это плоды многолетнего, порой ювелирного труда. Результат искреннего стремления служить людям, повышать качество жизни своих современников и менять к лучшему жизнь будущих поколений. Цели науки ставит само время. И сегодня нам особенно нужны знания и опыт уже известных, титулованных ученых. Энергия и амбиции молодых, готовых не только покорять неизведанные силы природы, но и противостоять вместе с государством сложнейшим политическим и экономическим вызовом. От вас ждем инновационных проектов и технологий в области атомной энергетики, освоения космического пространства, цифровизации, в отраслях экономики, медицины, образования, в сферах социологии, экологии и геологии. Интеллектуальный труд – это основа развития любого общества. И он должен быть применим в жизни, направлен на конкретный результат, должен принести реальную пользу не только государству, но и людям. По традиции, с встречи не обмежевываются только церемонии. Это великая, открытая и доверная размова президента и навыковцев, где гучают как инициативы, так и обгрунтованная крытыка. Говорили об интеграции навыки и практики, створении навыковых школ и об тем, как заработать уластным интеллектом. До речи, летость высшая аттестационная комиссия Беларуси присудила навыковую ступень 539 суискальникам, за их 50 – докторы наук. Протягиваем выпуск. Ура, шестый сход, присвященный Дню Беларусской науки, прошел сегодня в Гомеле. Для навыковцев он стал доброй подставой не только презентовать опошние распроцовки, но и обмерковать задачи на ближайшую перспективу. С удельниками схода сустрылся Олег Сентюрову. Присвеченному Дню Беларусской науки сходу традиционно попередничая выстава науковых работ. Посля ознайомлений с экспозиции, навод человек далекий от науки повинен переконаться нашей распроцовки с оправдой высокого уровня. Причем часто инициатива друхования монографии на замежных мовах належит самим выдавецтвам. Распроцовки науковцев в Гомельской области добровядомы не только в Беларуси. Подсвержены, чему заявляется вот это патентное выдание. Больше язык на английской мове, а я сижу и на китайской. Для ученых Гомской области звычайная справа. У Институте лесу Национальной Академии наук серот приоритетных ничерунков генетичное доследование. Причем отременные выники активно выкарастовываются и в нашей краине. А прачатаго серотопошных проведенных доследований. Оценка стану землю, где неколи была проведена мелиорация с выпросовкой конкретных рекомендаций по их дальнейшим укрестанни. Достаточно широкие проекты ведутся по глобальному экологическому фонду здесь и мелиорация, потому что достаточно много мелиорированных земель. А сегодня что с ними делать и как делать час запущенных, поэтому час пойдет на повторное заболачивание. И это тоже правильно, потому что мы видим, что не всегда мелиорация была правильно проведена. Ну а там, где это возможно, надо восстанавливать. Вручение узнагорода подчас таких уроческих сходов так само добра традиция. Тут и гоноровые грамоты Совета Министров, и гоноровые знаки. Республиканский науково-практичный центр радиоцины медицины и экологии человека. Установа, где не только оказывают якостную допомогу, а и проводят серьезные доследования уголения медицины. Наместник директора Мария Русаленко стала выдать никомаховое здоровье. Кажет, что ведьме рады такой узнагороди и рассказывает о планах установок на этот год. В научно-практическом, скажем так, деле, да, у нас есть перспективы. И в трансплантации почки есть мысли, что мы можем сделать на перспективу. И в хирургии, в офтальмо-хирургии. И оборудование запланировано. Ну, я думаю, что мы это своевременно узнаем в 2019 году. Врачей с исход не только поставил для подведения вынеку, а ли и махчимость обмерковать планы на будущее. Хоть по великим рахунку сегодня у кожной науковой установили, докладно ведусь, у яким на керунку не обходно рухаться, наука николе не стоит на месте. А тому вариантов не шмат. Ты рухаешься на первый, ты пропонуешь нечто новое, тем тебе никто не ведая. По иншему о науковом свете просто не бывает. Надо заниматься и фундаментальной наукой обязательно, иначе практика ориентированная наука будет слепа без фундаментальных разработок. Но, конечно, технические вуз ориентирован прежде всего на практику, на внедрение научных разработок на производстве. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель». Сегодня отбылась шестая сессия Гомельского областного совета депутатов 28-го скликания. В среду основных питаний, вынесенных на обмеркование, прогноз социально-экономичного развития на 2019 год и затверждение инвестиционной программы. Дмитрий Котов протягнем. Прогноз на 2019 оценивается як оптимистичный, лишь бы высшейший, чем у минулого года. Вытворчость працы 103,9, экспорт товаров 106,5%. Неазменным застався тольки галлонный показчик экономичного развития – воловый региональный продукт. Як и в 2018-м, селета плануется прирост на узроне 4%. Для выконания прогнозных показчиков потребуется повеличение объема у продажу и, как следство, рост эффективности предприемств. А так само створение новых вытворчостей во всех сферах. Истнует и еще одна важная умова. Предложение эффективной модернизации действующих предприятий, в том числе за счет привлечения прямых иностранных и других нерасударственных инвестиций. Выполнение вышеназванных задач позволит обеспечить устойчивое развитие Гомельской области и повышение уровня жизни ее населения. Подчас проведения сессии затверждена и новая инвестиционная программа. Документом продуглежено с областного бюджета, накеровать на будовниство и ремонт больше за 90 миллионов белорусских рублев. У список а-ля 140 объектов. Приблизно полового сродка будет накеровано для потреб жильево-коммунальной господарки. Сирот, различенных на сессии, инших питаний за охвачивание спортсменов. Размова о признашении стипендии для тех, кто добро проявил себя на республиканских и международных споборництвах. На материальную допомогу смогут различивать 115 человек. 50% это выходцы из регионов, из сельской местности. Среди них есть в этом году, в связи с тем, что мы работаем с 1 января по постановлению Совета Министров, в том числе и неолимпийские виды спортов. И это, наверное, тоже своеобразный стимул тем спортсменам, которые сегодня тренируются, занимаются и представляют и регионы страну вне олимпийских видов спорта. Поэтому мы, в принципе, рассчитываем на то, что это станет хорошим подспорьем и хорошим стимулом всем спортсменам для показаний, для достижения высоких результатов. Усяго, подчас работы 6-й сессии Гомельского областного совета депутатов, разгледжено 10 питаний. Дмитрий Котов, Валерий Гопанько, телерадиокомпания «Гомель». Для неоткладного выращения хвалюющих питаний, завтра в Беларуси пройдут шарговые субботние линии мясовых органов улады. У Гомельске маблывыкадам, на звонки откажет наместник старшины Владимир Прывалов. Номер телефона 33-12-37. У Гарвыканками на связи будет первый наместник старшины Александр Севаков. Номер 33-09-59. Промые линии будут працовать с 9 до 12 годин. Молодежные инициативы Гомельской области подтримали регионы столица. Сегодня у Гомеля прошло выездное посаджение Бюро Центрального комитета Белорусского Республиканского Союза молоди. С подробностями Евгения Кухаронак. Сейчас в Белорусском Республиканском Союзе молоди директуют стратегию развития организаций на ближайшие 5 лет. С метой организовать работу наиболее эффективно проводятся доследования существующих внутри молодежного объединения резервов. Гомель сразу же вылучился идеей прокатить делегаты выездного посаджения на молодежном троллейбусе. Маршрут пролягал по центральных улицах областного центра и сопровождался оповедом экскурсовода. Внутреннее оздобление троллейбуса рассказывает про историю развития Гомельской городской организации БРСМ и самые яркие акции, что проводятся объединениями. Прокатились на молодежном троллейбусе. Такая, наверное, Белоруссия-изюминка Гомеля. Белоруссия новенькая. Но вот в Минске все обсудили, может быть, сделать и подобный вагон молодежный в метро, чтобы это было познавательно, чтобы и жители, и гости столицы, а тем более впереди европейские игры, могли тоже познакомиться с нашей молодежной политикой. Инициативу подхопила не только столица. Вы решено запустить молодежный транспорт во всех регионах краины. С еще одной пропановой делегаты выездного посаджения вышли до кировництва кондитерской фабрики «Спартак», чтобы в этом году и наступном на предприемстве выпустили специальную молодежную линию «Шоколаду». Она будет присвечена проекту «Кветки перамоги» до 75-й годовины вызволения Беларуси от фашистских захопников и 70-й годовины «Великой перамоги». Мне хочется, чтобы все эти инициативы закреплялись, они развивались. И есть еще много над чем работать. Но, глядя на такой актив, мы уверены, что будущее у нас в надежных руках и у нас все получится. Посаджение Бюро Центрального комитета БРСМ прошло у Гомельским державном университете имя Франциска Скарыны. На обмерковании выносилось много вопросов, многие разглядывались в формате открытого диалога. Евгения Кухаронак, Валерия Панько, телерадио «Компания Гомель». Я еще больше мягчимостей для открытия и развития властной справы. Белорусский Ганглево-экономический университет с поживецкой кооперацией пошел подрыхтоку до чергового международного чемпионата стартап-проектов молодь и предпринимательства. Об особенностях селетнего споборництва наш наступный сюжет. Наталья Халджанова, методист факультета повышения квалификации пера подрыхтоки. Займается приемом электронных заявок, ожидающих поудельничать у МИП-чемпионате. Покидать их треба на сайте Центра бизнес-эдукации. Конкурс стартап-проектов пройдя во университете с поживецкой кооперацией 13-14 мая. Попередняя регистрация у всех ожидающих завершится 10 лютого. Заявки для удела у МИП-чемпионате подаются до 10-го красавика. Каб заполнить форму, шмачасу не спотребится. Звездки о будильнику потребуются только самые основные. Регистрация очень простая. На ней нужно заполнить фамилиями отчества, контактные данные, свою занятость. Кто это может? Студент, это может быть учащийся, это может быть индивидуальный предприниматель или уже человек из бизнеса. Дальше указывается название проекта «Краткое содержание» и направление. Или это образование, или это IT, туризм, производство. То есть основные направления и этапы. То есть на каком этапе находится ваш проект. Или это бизнес-идея, или же это уже рабочий проект. То есть в таком ключе. Все. И нажимаете «Отправить», и мы уже снимаем заявку и принимаем участников. После попередней регистрации, будучи худельникам чемпионата «Молодь» и «Предприимальництва» запросят принять удел у организационных и эдукационных семинаров. Копьяны больше хрунтууна подрихтовались до конкурсу стартап-проектов. Обучение перед чемпионатом будет проводиться в виде тренингов, в виде веб-семинаров. Также планируется и в виде веб-семинара провести организационное мероприятие по участию и подготовке к МИП-чемпионату. С тем, чтобы все участники из Украины, России, Белоруссии, Казахстана смогли подготовиться тщательно к чемпионату и принять в нем качественно участие со своими стартап-проектами. А сам чемпионат все лето пройдя по новых умовах. У конкурса стартап-проектов смогут удельничать не только студентские команды. Могут участвовать молодые предприниматели, действующие предприниматели, начинающие предприниматели, студенты, школьники, учащиеся, то есть вся молодежь. Второе новшество – это будет конкурс стартап-проектов, а не конкурс студенческих команд. До речи, у журы чемпионату будут находиться простойники Центра у трансграничного супрациониста. Так само они будут консультовать удельников по пытаниях открытия и ведения предпринимательства. Нагадаем, Центры открыты в межах реализации проекта, активизация малого и среднего бизнеса в приграничных регионах Беларуси и Украины. Увагулю, в делу конкурса стартап-проектов вельми добрая мощность стать на крок ближе до открытия бизнеса. Чемпионаты, которые проводятся на базе нашего университета уже на протяжении 10 лет, дают возможность командам показать свои проекты, найти инвесторов для этих проектов, найти себе единомышленников, которые поддерживают и помогают находить какие-то прикладные моменты в развитии этих проектов, а также получать консультацию от предпринимателей, действующих как по нормативным базам, каким-то законодательным моментам, так и в поиске источника финансирования, что немаловажно для наших студентов, учащихся, учеников школ, где развиваются первые их шаги в предпринимательстве. Сегодня Татьянин день. Ушановывают святую Татьяну и в православном свете, и в студентском асяродье. А в традициях свята, по вере и на решті популярности имя Татьяна доведалась Ганна Корольчук. Будучая святая Татьяна жила больше как полторы тысячи годов тому в Риме. В переотгонении на християн она была диаконисой, рихтовала людей до хрещения и присвечала их у основы христианской веры, за якую и загинула мученицкой смертью. В ее гонор 25-го студеня церква установила День памяти. Ее мученическая смерть была чудом, потому что палачи из язычников, которые совершали казнь, глядя на ее страдания, сами уверовали и стали христианами. Татьяна в переводе означает «устроительница», чтобы и душевный мир устраивался мудро, благодатно, и внешние знания приумножались, чтобы постижение наук светских сочеталось с постижением самой главной науки, науки духовной. В этот день, больше 260 лет тому, была заснована первая ВНУ России – Московский университет. А у имя святой мученицы на территории университета освятили храм. Такое совпадение и принесла Татьяне усягульную студентскую любовь. Наверное, бронзовую статую студентки, когда корпус ГДУ имя Франциска Скарыны в народе назвали Татьяны. Личится, что когда подниматься за ее хвостики, то сессия пройдет удало и без хвостов. Правда, у нас сейчас про историю свята мало кто ведет. Для сучасных студентов Татьянин день на года отпочит от учебы. Цекало, что, не глядячи на свое рымское походжение, имя Татьяна расповсюджено в славянских краинах. В Гомельской области оно было особливо популярным в 80-е годы минулого 100-го года. Але сегодня стратила лидирующие позиции. Если взять статистику 1975 года, например, у нас именем Татьяны было названо 92 девочки. В 78-м это уже было 26, в 1988-м 16, в 2008-м году это уже было 4 человека только. Если взять сравнительный анализ 18-16 год, по 4 человека было. В 2017-м 3. В этом году, к сожалению, нет ни одной Татьяны. Личится, что девчонкой, которая родилась в этот день, будет доброй господиней. А имя Татьяны наделится ей организаторскими творчими сдольностями, а так само им кнением до познания нового. Приклад тому, ведомая же храм в области Татьяна Ушакова, голос, который больше за 10 годов является визитной карткой радиостанции Гомель-ФМ. Сегодня в этот праздник, в Татьянин день, хочется поздравить всех Танечек, Татьян, Танюшечек с праздником, с Днем Татьяны. Пожелать всем здоровья, счастья, любви настоящей, всего самого доброго. Пусть те желания, которые на Новый год были Танечками загаданы, обязательно сбудутся в этом году, хотя бы половина из тех загаданных желаний. Это будет очень замечательно. Еще я сама всегда учусь, мне очень нравится развиваться, поэтому хочется поздравить всех, кто тоже учится в университетах и не только, а с Днем студента. Так что своих знакомых Татьян тоже не забудьте поздравить. А я поздравляю от лица радиостанции Гомель-ФМ и Гомель-Плюс с праздником. С Татьяниным днем связаны и широк народных примет. Лечилось, что когда на Татьяну морозное и ясно, будет добрая Раджай. А когда проглянет Соника, птушки прилетят рано. Когда в этот день идет снег, лето будет дождливое. Ганна Коральчук, Игорь Марыщенко, отель, радиоакомпания Гомель. И опошенная информация о выпуске. В связи с несприяльными умовами на дворе, в ближайшие выходные вы решено отменить проведение кермашов на площади по Устане в Гомеле. На этом я с вами развитываюсь. Спасибо за внимание. И до встречи в эфире. Де-факто продолжает эфир телеканала «Беларусь-4» в студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Эксперты не ошибаются. Изъятое вещество – марихуана. Против жителя Наровли возбудили уголовный отдел за незаконный оборот наркотиков. Мужчина курил травку и попал в поле зрения оперативников наркоконтроля. Взяли любителя марихуаны с поличным в подвале его же собственного дома. После нескольких затяжек мужчина успел расслабиться, но удовольствие прервали правоохранители. В ходе осмотра помещения было обнаружено 14 бумажных свертков, а в кармане куртки еще один. Внутри каждого находилось зеленое вещество растительного происхождения. По факту незаконного оборота наркотических средств было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 328 Головного кодекса Республики Беларусь. Основание для преследования – результаты экспертизы. Она показала, что изъятое вещество – это опасное наркотическое средство марихуана. Общий вес травки перевалил за полкилограмма. Спешка задерживает. В речице в ДТП попал автомобиль такси. Пострадала девушка-пассажир. В момент столкновения с автофургоном она находилась на переднем сидении машины. Водитель не смог совладать со скользкой дорогой и совершил ДТП. В автомобиле такси помят капот и разбито лобовое стекло. ДТП произошло из-за того, что водитель Рено Логан не соблюдал дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Девушку осмотрели медики, но от госпитализации она отказалась. По сообщению гидрометцентра по Гомельской области, в предвыходные и выходные дни ожидается обильное выпадение осадков в виде снега. Поэтому в рекомендацию всем участникам дорожного движения быть бдительными. Пешеходам, прежде чем переходить дорогу, убедиться, что транспортные средства остановились. Всем водителям соблюдать интервал между транспортным средством, боковой интервал и скоростной режим. У меня все новости. Оставайтесь на Беларусь 4. Времени поединка не хватило, чтобы выявить сильнейшего. Рыси счеты открыли, однако вскоре уже сами были в роли догоняющих. Сравнять цифры на табло удалось за полторы минуты до окончания третьего периода. Роман Горбунов перевел встречу в овертайм, где горняки все же взяли свое. Команды из столичного региона продолжают свой гомельский вояж. Завтра юность играет с Гомелем. Столевары ждут в гости горняков. Гомельский локомотив, выступающий в первой лиге национального футбольного чемпионата, начал подготовку к грядущему сезону. Из отпуска команда вышла раньше обычного – 8 января. Ранний старт предсезонки обусловлен календарем. В марте железнодорожники проведут два поединка четвертьфинала Кубка страны против Витебска. Так что открытие сезона обещает быть весьма интересным. Витебск – хорошая команда, высшая лига. Мы проверим себя на фоне этой высшей лиги. Команда заняла четвертое место в том году в чемпионате страны. Посмотрим. Кубок – это такая игра, что недооценивать ни они нас не должны, ни мы их. Ассистируют главком Андрей Горовцов и Геннадий Шабуня. Параллельно с тренировочным процессом продолжается и селекционная работа. В межсезонье «Локомотиву» удалось сохранить костяк команды. Из потерь уход Ильи Любаева, Никиты Жилы, Александра Клещенко и Евгения Прокопчика. Новичков пока трое. Это Денис Яхно, Максим Воспуков и Андрей Кухаренок. «Локомотив» уже успел провести первые спарринги. Игра с Мозырской славей завершилась в ничью 0-0. А вот дублю Гомеля железнодорожники уступили. 2-3. 27 января предстоит игра против первой команды зелено-белых. Матч пройдет в Бобруйске. Кстати, в стане Гомеля пополнение. Соглашение с клубом подписал Терентий Луцевич. Футболист ранее уже выступал в цветах Гомеля. В 2013 году защитник провел 19 матчей в чемпионате страны, отличился одним голом. В минувшем сезоне Терентий Луцевич провел 23 игры в составе Смолевичей и забил один мяч. Также футболист играл в Минске, столичном Динамо, Витебске, Березе 2010, Граните, Торпедо Белас и Нефчи из Ферганы. В основных школ по легкой атлетике участие принимали спортсмены в возрасте 16 и 17 лет. Представители Гомельской области собрали внушительный медальный урожай. На счету атлетов из нашего региона 12 наград, из них 6 высшие пробы. В числе лучших спортсменов спартакиады гомельчанин Марк Потей, воспитанник областного центра Олимпийского резерва. По легкой атлетике был быстрее всех на дистанциях 400 и 200 метров. В командном зачете Гоцор занял второе место, уступив только хозяевам турнира Брестской областной Сдюшор. Светлогорская Дю США номер 3 и Жлобинская Дю США расположились на 14 и 15 строчках итогового протокола соответственно. Всего участие в спартакиаде приняла 21 спортшкола. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4. Субтитры создавал DimaTorzok